Хорошо. Так, ну тогда расскажи мне пару слов о себе. Какой опыт в анимации? Чем ты занимаешься? Ну, я анимацию любляюсь давно, но это только хобби. Я серьёзно никогда не занималась. Ну и сколько ты делаешь анимацию? Ну, у меня был перерыв два года. Ну, вообще, я первый мультик пыталась сделать, когда мне было где-то лет шесть. Ну, я просто рисовала, когда я делала. Вот. То есть вообще никогда нигде не училась? Нет. В какой программе делаешь? Флэш. Во флэше, да? Я только посмотрела видеоурок, там, как флэш, ну, делать ключевые кадры. Все такое. Окей, а рисуешь мышкой, я так понимаю? Нет, у меня есть планшет. Планшет. А почему тогда у тебя нету толщины линий? Есть. Нету? У меня есть толщина линия, просто здесь я её сделала. А, ты её просто тут специфически не сделала? Ну да. Окей, значит, ну смотри, для самоучки очень-очень неплохо. Вот, почему неплохо? Мне вот особенно интересно, то есть ты где-то смотрела у кого-то движение кошки, как он анимировал, или ты смотрела только на референс-видео, которое ты делала? Нет, просто я умею рисовать только кошек, и постоянные кишки, ну, просто практика большая. У меня дома кошка, я так что-то. Понятно. А кошку рисовать училась, смотря на мультфильмы, или смотря на живую съёмку? Ну, по-разному. По-разному. Ну, значит, смотри, я скажу тебе честно, есть очень хорошее чувство движения, да, то есть у тебя движется кошка очень хорошо, да, то есть очень мягко. У тебя есть антисипейшн, ты знаешь, что такое антисипейшн? Да, да? Нет, я не знаю. Не знаю. Окей, значит, сейчас мы поговорим про движение в целом, да, то есть у движения, когда оно происходит, у него есть начало, середина и конец, да, и твоя кошка, когда она подпрыгивает, вот движение у тебя начинается вот отсюда. То есть любое движение, которое происходит, оно будет отруевать земли. Почему? Потому что мы пытаемся добиться чего-то. Нас по умолчанию притягивает, да, магнит земли, и, соответственно, кошка будет начинать всё движение отсюда. Поняла? Потому что вот это, это середина движения. Да. Вот, теперь она начинает двигаться отсюда. Движется наверх. И заканчивается движение вот здесь, по параболе. Да, то есть у нас вот это вот её движение. Так? Теперь движение начинается всегда медленно и заканчивается всегда медленно, да? В общем-то, то, что у тебя и происходит, да? То есть она готовится к движению. Понимаешь? Подготавливается. То есть она ноги поставила на землю, подготовилась, подскочила. И здесь она, в общем-то, прыгает. Да, и здесь она снова замедляется. Теперь, на самом деле, движение, да, по параболе делится на две части. То есть это точка А, это точка Б, это точка С. Кажется, что это одно действие. Но это только история, как одно действие, да? То есть она хотела, в общем-то, подпрыгнуть наверх, но сила её притянула назад. Но в целом действия происходят два, да? Какие у нас действия? Действие, которое кошка хотела сделать. Она хотела оторваться от земли, да? Наоборот. Здесь вот. Здесь вот. Она хотела оторваться от земли, она подпрыгнула, было некоторое количество невесомости. И здесь она бы осталась наверху, если бы могла, да? И летела бы как птица. Но дело в том, что сила притяжения ей не позволяет, и она её притягивает назад. Понимаете? И, соответственно, у нас получается, что само действие заканчивается где-то вот здесь. И начинается где-то вот здесь. И поэтому у тебя здесь должно быть больше кадров, а здесь меньше. У тебя чуть-чуть это нарушено. То есть почему я сначала сказала тебе, что это как одно действие, да? Потому что с точки зрения истории, да, вот что делает кошка, нам всегда кажется, что это одно действие. И поэтому мы чисто инстинктивно проставляем кадры. Если смотреть на чисто инстинктивно, у тебя правильно проставлены кадры. Но с точки зрения правильности анимации тебе не хватает огромного количества вот тут, да, и вот тут. Понимаешь? Потому что ты сделала замедление здесь и здесь, но ты не сделала замедление здесь и здесь. Ты сделала замедление истории, да, подготовку к движению и конец движения. А сам акт действия, да, ты не проработала. Вот. То есть я всегда говорю о том, что анимация у нас происходит по одной определенной схеме. У нас происходит подготовка. Я постараюсь на русском говорить, раз ты не знаешь этих терминов. Окей? У нас происходит движение, само движение, да? Угу. У нас происходит последействие, да? Последействие делится у нас на две части, да? Когда у нас персонаж проходит чуть-чуть дальше, тем нужно, и возвращается обратно, да? Это захлест, можно так сказать. Давай его назовем захлест. И после всего этого у нас есть остановка. Да, прежде чем мы начинаем новое действие, у нас обязательно должна быть остановка. Окей? Подготовка, если ты внимательно посмотришь, она у тебя есть. То есть начиная от этого кадра, он как бы заканчивает предыдущее действие и подготавливается к последующему. Вот она твоя подготовка, так? Угу. Дальше у тебя происходит акт, да? То есть движение. Но у тебя нет ни последействия, ни захлеста фактически, да? Ты сразу переходишь к следующему движению, да? Движение от движения, подготовка и захлест следующего движения. Как бы соединило оба действия вместе. Как мы это исправляем? Мы должны вставить... Сейчас, секунду. Мы должны вставить кадры вот здесь достаточно много. И мы должны вставить кадры. Вот здесь достаточно много. Мы должны вставить кадры. Вот тут, да? Тоже достаточно много. Окей? Здесь не нужно. Все ключики. Видим же, что мы с ключами работаем. Теперь, еще одна тенденция, которая у тебя есть. Сейчас мы эти кадры начнем вставлять. Ты работаешь... Обычно аниматоры работают каждые два кадра. Ой, сейчас. А ты работаешь беспорядочно. У тебя, может быть, четыре кадра разницы между твоим движением. Два кадра разницы. Тут вот на покадровая перешла, да? То есть у тебя очень как-то неупорядочно стоят твои ключи. И поэтому твоя анимация выглядит немного прерывистой, да? Если ты посмотришь. Я когда начинала, я рисовала параболу и поставила точки, то есть посередине, по краям, и разделила их. И вроде все было симметрично. Но, видимо, уже в процессе работы, когда тело кошки, ну, она же вытягивается, видимо, из-за этого все сбилось. Сейчас покажу, что я имею в виду. Найду все твои ключи точные. Чтобы не отдельно пропустить. Вот. Вот смотри. Раз, два, три, четыре ключа. Один ключ. Раз, два, один ключ. Раз, два, три, четыре. Один ключ. Раз, два, раз. Понимаешь? Абсолютный кошмарный балаган вот в этом во всем, да? То есть у тебя нужно подавставлять ключиков между всеми вот этими кадрами, понимаешь? То есть если ты делаешь покадровую анимацию, ты делаешь ее покадровую. Если ты делаешь каждые два кадра анимацию, да, работаешь, что называется, в анимации он, как на русском-то, я даже не знаю, да? Ну, мы это бы называем на два кадра работать или на один кадр работать, да? То есть выбираешь технику, потому что у тебя, поскольку ты самоучка, у тебя есть определенное смешение всего воедино, да? Ты где-то чего-то нахватала и правильно это разобрать не можешь. А чего у тебя происходит последующее? Во-первых, у тебя скорость варьируется, да? Смотри. Да, у тебя чувствуется, как будто бы она немного прерывистая анимация, недостаточных битов. Во-вторых, у тебя едут ноги все время, да? Она у тебя постоянно едет. Едут правильно. То есть для того, чтобы правильно это делать, тебе нужно найти, в общем-то, где у тебя горизонт, да, и откуда она движется. Скажем. Знаешь, что такое перспектива? Да. Да. Замечательно. Соответственно, если у нас где-то точка схода вот здесь, нам нужно понять, где ее квадрат движения, чтобы точно знать, что она у нас не едет. Это очень важно, потому что инстинкт – это замечательно, то, что у тебя есть. Я не до конца уверена, вот эти вот все вопросы, которые я вначале у тебя спрашивала, я не до конца уверена, что у тебя это инстинкт. Я думаю, ты достаточно много смотрел всяких примеров анимаций прыгающих кошек, и ты просто ее на автомате повторяешь. То есть заставь тебя делать, например, прыгание кошки с сальто посредине и приземление, скажем, на задние лапы, ты уже вряд ли, на передние лапы, ты уже вряд ли сможешь это сделать, потому что у тебя будет такая градация, которую ты никогда не видела. Понимаешь? То есть движение само по себе, ты должна научиться его анализировать для того, чтобы его делать. Это не то, что комбинация движений, которые ты запомнила у себя в голове последовательных кадров и все. Это самое начало. То есть поначалу мы учимся копировать, а потом мы учимся создавать движения сами с головы, придумывать их, так ли? Вот. И у тебя пока что, наверное, этого нет. То есть я точно сказать не могу, потому что я видела всего твою, одну твою анимацию, если тебе очень хочется, ты можешь показать мне другие. Вот. Я нигде не смотрела. Что? Я нигде не смотрела. Только прыгающий мяч. То есть ты смотрела только свою кошку прыгающую? Ну да. Ну я не смотрела кошку, я просто знаю, как она примерно движется. А откуда вы-то знаешь? Ну гад я рисовала. Не может быть этого. Точно смотрела мультфильмы. Нет. Я тебе серьезно говорю, потому что ты не только здесь сделала анимацию, да, скажем, инстинктивную, но ты скопировала ошибки многих начинающих аниматоров, которые делают. Поэтому я не верю, что ты не смотрела нигде. То есть, может быть, ты на данный момент ты не копировала кадр по кадру, но ты смотрела чью-то анимацию для того, чтобы сделать вот этот вот прыжок к кошке. Я такую анимацию уже пыталась сделать ну, года два назад. И сейчас вот повторила. Ну вот. Ну я не видела других такого уже точно. Ну, в любом случае такого не может быть, потому что, когда ты копируешь чьи-то ошибки, то есть обычно такие ошибки из движения настоящего, да, то есть, если бы ты бы смотрела кошку покадрово, да, то есть сняла видео, скажем, да, и посмотрела прыгающую кошку покадрово, движение бы выглядело по-другому, так, как ты сделала. Ты используешь приемы, да, из анимации, только не те приемы у тебя правильные. Некоторые приемы у тебя неправильные и скопированы у какого-то другого аниматора. И не говорю, что это плохо, ни в коем случае я не хочу тебя поймать на чем-то, но это присутствие. Ну да, наверное, не скопировано, но я не сидела специально, не смотрела, как просто уже не знаю, как по-другому сделать. Вот смотри. Вот у нас места, в которые наша кошка приземляется. Нам нужно найти квадрат, от которого она будет двигаться. Вот это все, да? и в которой она будет двигаться. Ну, скажем, приблизительно вот здесь. она будет сюда где-то чуть-чуть помечена. Вот они, два наших квадрата. Теперь ты можешь обратить внимание, что если ты теперь сосредоточишься на этих двух квадратах, лапы кошки постоянно находятся в движении. Посмотри. Все лапы. Теперь такого не может быть. Почему я говорю, что ты копировала ошибки кого-то другого? Потому что на инстинктах аниматоры, особенно начинающие, соединяют ключи, главное, чтобы плавненько смотрелось. Но при этом, скажем, да, если у них не состыковка между этим ключом и вот этим ключом, да, и они инстинктивно нарисовали, работая, straight ahead, это называется, да, прямо к действию. Рисуют, например, сначала этот ключ и потом вот этот или наоборот этот, а потом тот. Ноги, естественно, не попадают в свое положение и они пытаются это дело смазать и вставляют инбитвин для того, чтобы создать лишнее движение, которое кошка здесь не должна делать, но они его создают только для того, чтобы нога попала отсюда, вот сюда, потому что они понимают, что это будет очень сильный скачок, да, если кошка поднимет ногу отсюда, сюда. По идее, вот этого смазательного кадра у тебя здесь и не должно быть. Да. Понимаешь? Да. Поэтому мы его благополучно убираем. Так? Еще один момент, знаешь, который я хочу сделать. Я хочу твой страшный фон вот этот сдублировать и сделать нам заставку, чтобы мы могли ключи вставлять. Спасибо. Соответственно, лишний ключ мы убрали. Дальше. То же самое у нас происходит и вот с пятой стороны, да? А вот он здесь приземляется аккуратненько, да? А потом смотри, что у нас происходит. у нас получается странный такой ключик. Причем самое интересное, что здесь ты более-менее хорошо нарисовала, да? Вот верхнюю часть лапки. Я не буду говорить про голову, да? Более-менее хорошо. Вот. А ноги абсолютно-абсолютно неправильно, да? То есть даже задние ноги у тебя едут. Причем здесь у тебя нету необходимости, чтобы они прям там сильно делали смазку какую-то, да? Но именно потому, что у тебя здесь положение ног потом немного смещается, да? Если ты будешь смотреть два этих кадра один за другим, кажется, что ноги немного скачут, ты здесь подрисовала положение ног, сделала инбитвинчик, но только который здесь не нужен был именно для ног. Окей? Да. То, что здесь мы сделаем. Здесь уберем сразу же вот эту часть пока что. Оставим только вот эту, чтобы тебе было понятно, что у тебя правильно. Угу. на лишнюю бабочку отсюда убрать. Значит, с этим тоже разобрались. Дальше. Между вот этим и вот этим ключом нам нужно ставить еще инбитвины. Понимаешь? У тебя их не хватает, поэтому сейчас, например, я просто скопирую передний ключ и поставлю его сюда. Окей, поехали. В первую очередь инбитвин здесь. Понимаешь, движение, как мы уже сказали себе, оно двигается по дуге, да? Угу. Ну, это дуга, ну, вот она наша настоящая дуга. Дуги ты знаешь, это великолепно. у тебя получается центр движения вот здесь, да? Не вот здесь, как у тебя. Вот. И потом у тебя происходит раз, два, три, четыре, скажем, пять и шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть, понимаешь, у тебя, даже у тебя центр получается, если мы смещаем его, он будет вот здесь, где-то. Видишь, центр, у нас получается все наши ключики немного сместятся. дуга. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, три, четыре, пять. Вот она, наша дуга. Поняла? А теперь сейчас ты можешь увидеть, как у тебя не состыковывается движение окошки с новой дугой, которую мы создали с точки зрения этих двух квадратов. Я ничего не выдумывала, я взяла за основу что-то, что поставила ты. Это явная не середина, да? Потому что, а еще один момент, с чего мы начинаем наше движение окошки? Что первое движется у кошки? Когда она прыгает? Голова. Ну, сначала вперед голова, но оттолкивается над ногами. Вот. Неправильно. Двигаемся мы от той детали, которая нас толкает, да? Которая будет первая двигаться. Начну. То, что ты видишь, что голова у тебя выше, это не значит, что она начинает свое движение от головы. Чем мы толкаемся, чтобы подпрыгнуть вверх? Ноги. Ноги. Что ноги толкают? Ну, толкают тело, поталкиваются от земли. Какое тело? Тело у нас делится на определенные части, да, ведь у кошки? Ну, заднюю часть. Заднюю часть, то есть бедра, да? Да. Соответственно, нас интересует фактически только вот эта часть на данный момент. теперь давай визуально представим, что мы сюда наши кошечки ставим круг. В каждом из твоих ключей я поставлю тебе этот круг, чтобы ты видела, насколько ты ошиблась. два, три. То есть я взяла для создания дуги твои ключи в самом низу. Видишь? И у нас стоят, правильно? Обрати внимание, что у нас произошло здесь с кругом. Да. Дальше. Здесь. То есть что вдруг-то? Если он там стоял с определенной перспективой, почему вдруг он увеличивается или уменьшается? Так ведь? Ну, предполагалось, что она взлетает и немножко, ну, вперед прыгает. Да, если у тебя здесь маленький шарик, значит, тут у тебя должен быть шарик меньше, чем? Да, должен быть. Скажи, я специально спросила, знаешь ли ты, что такое перспектива? Я знаю, но здесь я сначала нарисовала, потом стала с размерами что-то учить. Угу. Можно с этого это делать. Вот, смотри. Специально тебе делаю показываю. Здесь мы исправили. В принципе, у тебя здесь тоже уменьшалось. Здесь уменьшалось. Здесь у нас вернулось. То есть, ты можешь увидеть, во-первых, что ты делала дугу, но непонятно чему, потому что, если у нас центр шара здесь, да, то он явно не сидит на дуге, так ли? Да. Да? И здесь он вообще как-то непонятно тоже, где сидит, но зато тут он замечательно попадает в центр. Понимаешь? Я не вижу. То есть, где он внизу, есть тот кадр, с которого нужно начинать, да, свой трекинг. Мы, это называется трекинг, да, трекинг движения, это проверять параболу движения по какой-то детали. Это не просто дуга для всего движения. Это дуга для какой-то определенной детали, которая движется первой. Ты сама сказала, что ноги нас отталкивают, если ноги отталкивают, да, то есть движение начинается с ног, но видим мы, да, то есть мы двигаемся от самой тяжелой части нашего тела. И у кошки самая тяжелая часть нашего тела это именно бедра. Да. Соответственно, здесь они у нас тоже вроде как попали посрединке, да? Ну, более-менее. Вот. И тут вроде как попали. То есть один сплошной, как бы приблизительный такой, я бы сказала, да, положений бедер. Поэтому, в общем-то, все вот это нам надо как-то исправить, да, и сделать более-менее нормальным. Соответственно, что мы делаем? Здесь мы кошечку немножко опускаем. на этом мы можем уже стереть, нам это не нужно. Вот. Бьем. Уменьшаем ее или увеличиваем. Давай мы сначала определимся, где у нас, знаешь, что, где у нас настоящий размер бедер. Какой бы ты хотела бы, чтобы у тебя был размер бедер? В каком кадре? Ну, вот в предыдущем кадре была. Вот этот? Да? Да. Замечательно. Значит, нам нужно теперь везде каждый ключ, который мы рисуем, проверять, что у нас бедра этого размера. Соответственно, здесь они у нас немножко крупноваты, да? Там же видно сейчас не только заднюю часть, но еще и живот. Он спереди, может, поэтому кажется, что больше. Да, но я же смотрю только на бедра. То есть, ты сама говоришь правильные вещи. То есть, у тебя видно, к этому я еще не пришла, да, к рисунку, что у тебя видно не только заднюю часть, но еще и живот. Значит, у тебя должны быть видны бедра, у тебя должен быть живот, да? То есть, как у нас, в общем-то, должно быть видно, что есть разница, между этими двумя деталями, да? Вот. И, соответственно, дальше здесь у тебя должен быть виден загривок, да? Почему? Потому что у кошки на самом деле очень сильно чувствуется вот эта вот часть, она же прыгает отсюда. Понимаешь, построение кости кошки, мы всегда видим вот здесь, вот у нее вот эти вот лопатки, да? Как бы ты ни крутила. Соответственно, у тебя получается вторая часть будет где-то здесь. Поняла? Поняла. И поэтому, если мы начнем нормально рисовать, мы понимаем, что наши бедра немножко крупноваты. Угу. Поняла? Потому что дальше у нас здесь будет шея, здесь у нас будет голова, которая тогда нам будет казаться очень маленькой по соотношению. Если мы, начиная от бедер, будем рисовать правильное построение. так ведь? Соответственно, мы возьмем и чуть-чуть уменьшимся. в этом ключе, поправим ее немного. то есть у нас какая-то часть, которую мы видим, она будет двигаться по дуге теперь, естественно, да? И тогда у нас, в общем-то, это, ну, как это, ступня, лапка хорошо попадает по этой дуге, и это у нас лапка хорошо попадает, только единственное, сейчас мы понимаем, да? у нас она должна быть нарисована немножко по-другому. Да, смотри. Да. У нас вот здесь, да? Отсюда у тебя уже будешь эти все кругляшочки рисовать, здесь у нас будет это, здесь у нас будет вот это, моя лапка, и твой хвостик будет, тогда у нас тоже в более правильном месте и сможет спокойно идти по линии движения, да? Здесь мы вот это сотруем, и здесь у нас тоже будет немножечко по-другому, у нас будет лапка, скажем, которая, если, допустим, это у нас кадр-то, это у нас инбитвинчик, на самом деле, да? Центрального кадра еще здесь нет? Нет. У тебя будет где-то вот здесь. Там мы вторую лапку видеть не будем. Теперь нам нужно здесь ставить настоящий центральный кадр. Как у нас будет выглядеть настоящий центральный кадр, когда вот этот вот шарик, он у нас будет стоять вот тут. Так ведь? Мы же сами сейчас центр определили. Вот, соответственно, берем, берем, да, рисуем кошачью голову, рисуем тело, рисуем, что она у нас лапки сюда, вторая лапка может немножко больше запаздывать, она будет, скажем, где-то вот там, да, сзади, ось будет растягиваться по движению, лапы у нас будут вот сюда, да, то есть такой центральный кадр, в котором эта лапа будет немножко тут, а морда будет здесь, да, видишь? То есть она будет двигаться отсюда и вот сюда. Дальше, то есть центр мы нашли, соответственно, этот кадр нам уже не нужен, мы понимаем, что инбитрин нам нужно подставлять именно для этого ключа. Она идет вниз, теперь, как ты видишь, здесь нам тоже нужно ставить инбитринчик. Так ведь? То есть мы же говорили уже, да, вот о всех этих ключах, то есть у нас сейчас только этот и этот, нам еще надо этот, этот и вот этот и вот этот, понимаешь? Видишь, сколько ключей у тебя не хватает. Ну да, ну там мало кадров в секунду. Ей много. Ну, смотри, я кадризовала, мало было. То есть вот этот кадр у тебя есть, да, то есть у тебя есть, скажем, вот этот ключ, мы его можем поправить, да, сделать его более правильно. Бедра подкрутить, да, чтобы они у нас хорошо. Нам надо будет, на самом деле, если мы по хвосту меряем, нам надо будет вот эту часть сместить, тогда и ноги тоже смещать, так ли? задняя нога, потому что хвост у нас находится немножко ниже, да, он у нас не со спины растет, как у тебя часто в рисунке происходит. Окей. Дальше. Значит, этот ключ у нас есть, да, только тут у нас тоже получается, что вот у нас бедра-то должны быть здесь, а не там, сзади тебя, да, соответственно, мордочка у нас более-менее правильное, но остальное все неправильное. Так, у нас получается, что он у нас должен быть тут, да, вот мой, вот тут, сейчас мы посмотрим, кто тут хвост, здесь, значит, здесь у нас будет хвост. вот здесь, там, здесь кошечка, здесь у нас будет лапка, а я часик затру, наверное, он там и все остальное. так поправим сейчас тоже немного этот рисунок, получается, построение лапки здесь немножко смазалось, оно будет на нас как бы смотреть, поэтому вот такое, и, соответственно, эта лапа у нас будет вот тоже, да, на нас смотреть, то есть здесь у нас должны быть коготочки, и, соответственно, мы можем увидеть, что тут у нас тоже все сместилось, ну, поскольку мы уже знаем, что у нас две части у кошечки, вот, и тогда мы можем спокойненько ставить себе здесь. Эта нога встала на место, но эта нога еще не знает о том, что нужно стоять на месте, да, и она только готовится, в общем-то, к тому, что она встанет на место, а место-то у нее тут. значит, мы его туда и поставим. И тогда, если это место у нее здесь, нам нужно будет немного исправить вот здесь кадр, так ведь? Угу. Она же не может туда встать. Значит, мы будем делать здесь движение сюда. Так ведь? Вот. Она будет тогда бум. Оп. И чтоб эти лапки встали на место. И тогда мы можем здесь уже ставить более-менее нормальные битвы. У нас просто из-за того, что с фоном здесь плохо видно, но сейчас мы попробуем нарисовать. além 2-1, 2-1. Все-2. 2-2. И 2-1. 3-2. здесь мы сделаем небольшое растяжение лапки здесь у нас лапка будет здесь локоточек получается лишь вот движение единственное что здесь нам нужно тоже перейти здесь у нас и не шла по тоже не на месте но задняя лапка немножко находится смещенном состоянии поймаем да вот смотри вот у тебя 1 шарик до которого будет в общем-то идти шея и соответственно если мы проанализируем и можем понять что нож кто у нас идет в общем-то не оттуда да как она приземляется нас не может на такую лапу приземляться нам идти вот здесь соответственно наша лапка встанет сюда будет более правильно нарисовать и вот так вот лап и значит хвост у нас тоже немного не на месте надо чуточку сместить потому что он тогда не попадает в центр тела то есть по развороту вторая лапа у нас будет где-то здесь тут вот здесь тоже почему потому что вот она у нас будет доставать кошка 1 2 3 4 и здесь этот кадр можно оставить таким да почему потому что ты видишь что у тебя почти движение попадает только единственное что нам нужно кошку сместить я имею ввиду по бедрам почти оставить такое же положение кадр сместить сюда чтобы у нас лишь 2 2 2 2 2 2 2 видишься кадры красиво идут по 2 соответственно здесь мы тоже сделаем 2 мы должны сделать вот это так ведь вот она у нас растягивается бедра тогда у нас по положению находится в правом месте единственное что нужно увеличить их да вот здесь ты почти правильно нарисовала анатомию ты вот эту видишь сейчас я чуть-чуть выделила потом потерялась почему потому что разворот у тебя будет происходить отсюда и каждая из лапок будет у нее свое будет положение мне нравится что они как бы не находятся на я в общем-то вместе да ну тебя не все равно в одинаковом положении мы хотим чтобы каждая из лапок например там по-разному двигалась 1 двигалась вперед а другая скажем запаздывала не было равномерности в движении и у тебя еще немного скачет размер головы но это ты уже как бы буквально сама можешь проверить потом часто допустим себе по глазу буду на все время мерить растягиваться вниз и теперь значит что у нас происходит с лапами соответственно одна лапа будет еще здесь нам будет немного растягиваться мы же толкаемся до лапами и нам нужно дать это ощущение толчка так и соответственно смотри что у нас происходит с хвостом он будет идти вот отсюда не может вдруг резко стать короче наоборот мы можем сделать удлинение он будет вот он то есть не тут в любом случае на центр то попыток но хорошо вот значит вот здесь значит у нас будет вот такое толкание у кота да ты видишь смотри допустим здесь у нас размер головы был один сейчас мы сделали размер головы правильный кажется как будто бы кошка выросла да почему потому что у нас здесь размер головы неправильно если ты сравнишь шарик опять же свои головы вот тут вот сейчас возьмем этот шарик и придем вот сюда ты можешь увидеть поэтому кажется что у нас здесь скачок лишь в размере то есть нам нужно вот эту головешку то я эти сильно сильно увеличить получается у нас то есть как он более плавно стал двигаться то же самое нам нужно сделать и вот здесь да теперь тут у тебя смотри видишь что получается с кадром я я явно здесь как бы кадр получился какой-то промежуточный и не там и не сям потому что если я представлю где у него приблизительно здесь бедра да ты как бы знаешь в чем твоя ошибка ты рисуешь шарик между то есть у кошки есть передняя часть плечевая а ты все время рисуешь вот этот шарик посмотри то есть как бы у тебя шар то плечевой он где-то здесь должен быть а у тебя его нет а бедра у тебя где-то здесь должны быть его тоже нет и как бы вот этот центр почему-то рисуешься ну это живот живот-то будет значительно ниже если у тебя бедра идут вот от сона ножка тогда у тебя станет правильно вот там вот тут как бы у кошки как она уже обычно животик то есть каша очень толстая кошка типа таить и таить такого дата у него там будет вот тут вот отвисать вот эту часть да но обычно кошка наоборот растягивается в движении вот и соответственно и особенно я смотрю вот если по плечу как раз будет более правильно так вот нарисовано единственное что нам нужно теперь лапу опять же правильно простроить где у нас будут когаточки на соединение то эту лапу можно сделать уже вот сюда ближе да что у них опять же разная скорость движения и всю твою позу немножко опустить взять и опять же посадить ее на другом тогда и хвостик правильно сядет и это правильно сядет и здесь у нас правильно сядет единственное что неправильно сядет это неправильно сядет вот эта лапа которая будет где-то тут и и особенно у тебя еще хвост кстати все время в толщине меняется постарайся быть более конструктивной скажем постоянно посмотри такой здесь он такой здесь он друг другой меньше если у тебя смотри куда скакнул да то есть чисто технически я тебе объясняю по построению смотри куда у тебя уехала лапа где у тебя вторая лапа то есть у тебя получается плечо здесь плечо здесь а хвост тебя соединяется где-то здесь лапа у тебя идет боком но потом вдруг ты ее рисуешь фронтально с точки зрения построения кошки опять же у тебя все очень приблизительно как и анимация твое да она вроде как выглядит хорошо то есть ты сейчас больше беспокоишься о том чтобы движение красиво двигать но меньше беспокоишься построение о том чтобы кадры правильно достать чтобы ноги попадали то есть это как бы в общем то отличает более-менее начинающего до аниматора более профессионально то есть когда ты придешь на студию так нельзя у тебя сильно меняется персонаж я почти ничего не происходит с ее глазами с ее лицом да то есть она ничего не делает то есть мне не происходит никакой эмоции в лице и у тебя нет построения у кошки да то есть а получается здесь вот скажем если это голова головы есть шея значит здесь у нас будет ее лечевая часть и мы уже видим да что у нас все неправильно соответственно давай сразу же возьмем голову опустим ее ниже тело голова увеличим вещь она более правильно и получается уже изначально только мы голову на место ставим здесь у нас получается то как мы рисовали нам надо будет ее поправить эту часть стереть и здесь у нас часто если лапки фронтальные то они будут здесь и тогда она получается смотри прыгает немножко неправильно а мы же не в ту сторону ее прыгали то есть нам бы ее желательно как раз вести больше в бок на вот сюда соответственно все твои лапы сместятся сюда то есть она же у нее определенное направление в котором она движется мы сделаем еще небольшое запаздывание для лапы чтобы красиво нарисовать здесь как раз ушки то наоборот подниматься вверх а хвостик твой весь пустится смотри вот сюда на стоять на линии движения и он тогда и в правильное время место в общем-то соединение попадет тело марина сколько теперь этот кадр выглядит она как бы парабола и и другие если смотреть по этому построению да она идет сюда они сюда чувствуешь это что не смешно ты специально должна была вот эту лапу загнуть сюда что было ощущение что она прыгает именно туда куда она хотела соответственно здесь мы ее должны полностью переделать она у нас соединилась с этим ключом который более-менее нормальное положение если лапы да скажем давай так лапы более-менее передней нормальном положении то есть ты все свои движения прослеживала по лапам учитывая что здесь тебя морда должна быть что даже больше чем здесь видишь что перспектива то пришла к нам вообще как бы я бы развернула на самом деле да было бы более правильно если бы она двигалась в эту сторону а вот эту всю часть хвост должен был бы теперь встать сюда понимаешь тогда у нас получается бедро встает туда куда оно должно быть да где у нас должен был быть ключ и лапы скорее всего будут запаздывать давить наоборот очень сильно запаздывать данном кадре эту сторону скажем вторую лапку мы возможно вообще видеть не будем меня будет загораживать вот и тогда вещь она более-менее встала у нас туда куда надо вот и соответственно тут нам нужно встать им битвен вот это здесь будет еще один ключ центральный это будет сюда и сюда это будет здесь пупка крупноватая здесь но лишний кадр здесь уберем лишний кадр да мы работаем по 2 и поэтому мы уже понимаем да где у нас что должно стоять и здесь у нас этот ключ тоже должен немножечко измениться так почему потому что у нас получается в конце она прыгает на вот сюда то есть мы же по этим кадром более менее меряемся лапа у нас стали немного не туда какие-то вещи я беру из твоего рисунка чтобы знать куда ее помещать соответственно здесь этот кадр более-менее неплох кроме того что неправильно скажем одна из лап будет быстрее а вторая наоборот будет медленнее запас и эта лапа вот у тебя может повернуться в эту сторону она будет подниматься это как раз наоборот будет опускаться и значит помнишь мы говорили о том что размер у меня немного не совпадает да здесь мы бедра и увеличим голову на обратно немножко уменьшим 5 уберем здесь ключик нам надо будет ставить in between вот она а вот этот кадр который у нас отсутствует здесь и все твои лапенции сейчас здесь от при развороте мы можем их исправить правильное положение то есть я занятия бабочку уже не буду поправлять бабочка ты сама будешь справляться сможет нам нужно это сюда это все уходит лапы мы оставляем на месте передние то есть голова у нас станет нормально на свою вот эту часть тогда у нас видишь бедра стали теперь туда куда надо он сможет пойти туда куда надо здесь у нас будет небольшой отголосок лапок которые мы будем видеть который будет двигаться за ней соответственно здесь когда она встанет мы должны прям взять вот эту всю часть вот эту вот всю 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 часть и сдвинуть вот эта вот часть задняя она будет там понимаешь туда она как бы понять раз тогда вещь этот более-менее нормально встает а по пенсия здесь стала очень большая должна быть как бы вот тут получается попа здесь и хвост дадим ему немножко загиб в ту сторону по направлению откуда он пришел соответственно здесь вот этот странный кадр нам придется поменять смотри здесь у нас получается пупа как бы будет здесь да он может и будет растягиваться но он будет сюда больше отсюда этого всего не будет 10 получается 1 на тебя получается 2 я по построению как бы даже как у тебя тут лапы идут странно то есть если это плечо должно быть тогда где-то здесь хотя бы да это локоть а эта рука значит мы вообще плечо видеть не будем вы не увидите только вот эту часть значит а вот этого видно не будет а это лапа должна все же стоять на земле она у тебя абсолютно не стоит то есть представь если ты его здесь тут тут ну скажем тут она у нее до отголоски того что нужно встать на и соответственно здесь в этом кадре позволит толчок вот это мне нравится то что ты сделала запаздывание даже на из лап это прикольно опять же построение лапочки здесь она еще не пойдет наверх может разворачиваться на тяжи здесь есть а вот уши наоборот назад морда будет где-то вот туда двигаться в эту сторону тогда этот кадр у нас будет иметь смысл здесь нам надо ставить капельку меньше растянутым чуть-чуть даже ниже опустим здесь нам надо вставить обетенчик даже я выдуваем ветвенчик поставил на у нас центральная кадра можно не можно пережить с одним есть тогда она будет в эту сторону двигаться так этот камер уже будет наверху здесь вот лапка наполовину там развороте ушки вот здесь как раз ушки вот смотри на то есть фактически то что я пыталась тебе показать по чуть-чуть естественно это огромный объем информации до за раз потому что когда ты работаешь на инстинктов и вообще не знаешь до не одного закона как им правильно действовать может быть объем немного крупного но если ты потом много-много раз просмотришь да и подумаешь фактически о том что мы сделали мы мы взяли ту часть то есть не просто любое да движение любое скажем так любое все действие двигается по дуге определенная часть двигается по дуге в данном случае у тебя как бы была перемешку то ли ты голову дело по дуге то ли ты бедра дело по дуге было непонятно ты себя не спросила чего начинает двигаться то есть как правильно сначала ты спрашиваешь от чего начинается движение выбираешь эту деталь и тогда ты только строишь дугу своего движения по этой дуге ты берешь и отстраиваешь правильное положение этой детали чтобы она у тебя не изменялась пространство есть размер бедра здесь определенный он всегда будет одинаковый размер соответственно от этого будет завести размер головы и если ты начинаешь рисовать от бедра в данном случае мы до рисовали от бедра потому что мы бедро трекили значит все остальные части будут строиться по этому бедру то есть голова все будет на как конструктор ты собираешь свой персонал мы как бы его фактически двигали и собирали из деталей что-то брали твое что-то дорисовали таким образом определяли где в общем то на что находится если у тебя здесь лапа допустим да вот в таком положении в развернутом да она должна теперь отсюда куда скажем от этого положения каким-то образом к этому положению прийти и соответственно если она здесь будет запаздывать да уж все остальные процессы это будет постепенный приход к этому положению понимаешь вот теперь каждая лапа друг к друга будет запаздывать где то это дело где то нет тоже не обращаю на это внимание теперь. И при прыжке, в принципе, хвост всегда будет почти двигаться по дуге, только в моменты перехода, когда ему нужно развернуть бедра, он будет разворачиваться, окей? Голова тоже будет разворачиваться, про голову мы сегодня мало говорили, да, у тебя там ушки не запаздывали, это как бы уже отдельная тема для разговора, которая называется «последействие», отдельный закон. То есть, в общем, в целом я пыталась как-то тебе более-менее собрать воедино картинку, как работать и показать тебе, что тебе сейчас нужно учить законы анимации. В общем-то, 12 принципов Диснея, то есть то, что у тебя сейчас работает всего лишь один принцип Диснея, это привлекательность, то есть так, чтобы твоя анимация по-красивому флоу шла, да, то есть соединялась, где-то тебе пришлось немножко обманывать, да, передвигать лапу, неправильно ставить положение бедра, чтобы у тебя все как-то соединилось, да, и у тебя двигались лапы по пространству, да, то есть ты четко понимала, откуда-куда ты движешься. Вот, поэтому от слова «привлекательность» нам нужно сейчас перейти ко всем 12 принципам. Ясно. Ну вот как-то так. Надеюсь, тебе было полезно. Да, мне очень полезно было. Спасибо. Ну пока. Ладно, до свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok